Если мы говорим о проблеме беталлокомоза расширенного спектра, прежде всего мы должны определить, для каких бактерий являются проблемы. Здесь суммированы данные от нескольких многоцентровых исследований. В теологии, прежде всего, тяжелых инфекций, в отделении инфицированной терапии и риммации – это исследование ЭПИК. Первое, второе – проблему лично, между ними СААА. Наверное, самое объемное информативное – это последний ЭПИК. 2007 года и мы видим, что вот здесь значительная доля с архитюрованной инфекцией на порядка 36-40% приходится на бактерии группы антробактериации – кишечная палочка, лексиева, антробактер и далее. Но это вот наши данные, что действительно на антробактериации приходится достаточно большая доля. Есть определенная зависимость локализации инфекционного процесса от вероятности, от вероятной роли бактерий. Это, прежде всего, не большее, конечно, значение у нас имеет инфекцию мочеводящих путей. Это преимущественная антробактерия энтробактерий. При другой локализации, особенно если это инфекции колоктока, мы видим, это существенно меньше. Хирургические инфекции, инфекции дыхательных путей, даже достаточно наше процент. Традиционная терапия для инфекции вызовано кресленными бактериями основана на беталактанах цифалоспорениях третьей и четвертой поколения, защищенную пенициллибрихи цифалоспорениях, капопенемах, аминогликозидах, торфеноломах. Если мы посмотрим, как вообще от природы действует цифалоспорение на энтробактерии, то в энтробактериях можно выделить три группы возбудителей. Вот первая группа – это кишечная палочка, протеид, вторая группа – клепсиемы, протеи-минграды, цитробактер, девертус, третья группа – наиболее редкие госпитания петокены, энтробактер, цитробактер, стирация, марганема, поведенцы. И если мы посмотрим дальше, как работают в отношении цифалоспорения, то мы видим, что наиболее полно перекрывает весь верхний потенциальных возбудителей – семейство энтробактериоцидов, конечно же, цифалоспорений третьего и четвертого поколения и защищенные ИКПД. Они, в общем-то, работают на всех отношениях в отношении цифалоспорений. И, конечно, на сегодняшний день в отношении цифалоспорений накоплена наибольшая доказательная база по эффективности и безопасности. И если мы посмотрим подавляющие большинство международных отлайнов, то цифалоспорены практически все состоят на одном из первых мест. Однако распространение резистентности к этим бактериям – это по существу угроза всей системы этиотропной терапии. Поскольку до 80% лечения основано на этих препаратах, то, соответственно, конечно, если будет развиваться устойчивость, мы потенциально можем утратить всю эту группу. Устойчивость цифалоспорений связана, прежде всего, с ферментативной инактивацией бета-лактомазами. Меньшее значение имеет модификация мишени, появление низкофильных инсулин, связывающих белков. И для энтеробактерий, в отличие от псевдомонат, роль активного введения тоже относительно невелика, поэтому основные проблемы у нас, конечно, связаны с бета-лактомазами. Это ферменты, которые присутствуют у гранно-двязательных партерий, так называемых, переплазматическом пространстве. Бета-лактомазы нападают на молекулу антибиотика, разрушают ее, образуется комплекс, но особенность то, что этот комплекс очень нестабильный. Практически сразу же он распадается, высвобождается разрушенная молекула антибиотика и молекулы активного фермента, которые нападают на следующую молекулу антибиотика. Из-за цикла размножения кишечной палочки 20 минут одна, молекула бета-лактомаза, разрушая 200-300 тысяч молекул антибиотика. Одним из наиболее перспективных путей борьбы с этой проблемой является, появилась в связи с обнаружением соединений бета-лактомной структуры, которые обладают небольшой собственной антибактериальной активностью, но когда они образуют комплекс бета-лактомаза, этот комплекс оказывается стабильный, он не распадается. Они получили название суицидных ингибиторов, поскольку как бы молекула ингибитора, как бульдок, вцепляется в молекулу фермента, гибнет сама, но уже ее не отпускает. Таким образом, она защищает несколько сот тысяч молекул антибиотика от разрушений. Бета-лактомазы делятся на несколько очень больших классов. Три из них, А, С, В, В, объединяются в так называемые полосердинные бета-лактомазы, у них в активном центре фермента расположена молекула серина, и металлы бета-лактомазы, у них в активном центре расположен ион цинка. Разнообразие бета-лактомазы, конечно, впечатляющие. Если мы посмотрим динамику описания новых ферментов, то сейчас совокупное количество ферментов приближается к тысяче. Причем наиболее быстрыми темпами растет количество бета-лактомазов классов А и Д. Мы видим это уже где-то к 750. Конечно, классов практически каждую неделю описываются новые ферменты. Однако для нас, наверное, есть какие-то ферменты, которые имеют основные значения. Но стафилокоповые ферменты класса А, они достаточно легко преодолеваются чувствительным к ингибиторам. Плазмидные ферменты, грамм отрицательных бактерий, это те ферменты, которые обуславливают устойчивость кишечной палочки компецелину. С ними мы тоже можем бороться. А вот то, что нам сейчас представляет наибольшую проблему, это плазмидные бета-лактомазы, грамм отрицательных бактерий расширенного спектра, который гидролизует природные полусинтетические пенициллины, цифалоспорины от первого до четвертого поколения и чувствительные ингибиторы к ингибиторам. И вторая группа. Здесь есть еще несколько групп, которые имеют значение на сегодняшний день и нам не столь актуальны. Это хромосомные бета-лактомазы класса С, которые обладают несколько более узким спектром. Они мало трогаются ферменты четвертого поколения, но, к сожалению, они не чувствительны к ингибиторам. И несмотря на то, что их преимущественная локализация захромосомная, возможно, там мобилизация на плазмидные. А чем, что сходно и различие между этими двумя основными классами А и С? Для класса А характерна так называемая конструктивная постоянная экспрессия. И на самыми надежными средствами эмпирической терапии является карбабинем. И, конечно, обсуждается достаточно интенсивно значение защищенных цифровых заболеваний. Поскольку полностью переходить на применение этих габабинемов мы не можем не только по экономическому соображению, но и в связи с тем, что массивное применение карбабинемов, к сожалению, ведет к очень быстрой селекции устойчивости снижения палочки. Нам надо в разумных пределах сокращать потребление карбабинемов, поэтому защищенный цифровоспорин грешно могут быть интересные интернативы. А вот класс С, он немножко хуже. У него есть так называемая индуципельная экспрессия, возможно переключение на постоянную экспрессию. И здесь, к сожалению, терапия только четвертого поколения цифровоспорин и карбабинема, поскольку к сожалению эти ферменты разрушают цифровоспорин и ветерапоколения. Ну это вот еще раз подчеркиваю то, что есть различия в спектре действия бета-локтомаз расширенного и шлопового спектра. И вот то, что хотелось сказать, что среди расширенного спектра имеются три основные группы ТЭМа и свеченица ТХ. То есть какое это имеет значение? Вообще, что такое бета-локтомаза расширенного спектра? А если мы детально посмотрим в литературу, то на самом деле однозначного общепринятого определения нет. Чаще всего к ним относятся вот эти вот бета-локтомазы класса А. Однако иногда бета-локтомазом расширенного спектра относятся все ферменты, которые разрушают цифровоспорин третьего и четвертого поколения. Как они вообще выинформировали прежде всего ферменты класса А? Вот первое стихлокоплое бета-локтомаза это было еще в 1944 году. Потом вслед за введением в практику ампицелина уже видно в 1963 году. Ампицелин был в конце 50-х. Уже в 1963 году появились ферменты, которые разрушают ампицелин. Как только у нас появились в начале 80-х годов цифровоспорин второго и третьего поколения, уже в ответ на это в 1985 году ферменты расширенного спектра. По существу они являются для фермента расширенного спектра потомками ферментов широкого спектра. Вот если мы возьмем родоначальник фермента ДМ1 широкого спектра, а вот это возможные кислотные замены, которые приводят к тому, что появляются ферменты расширенного спектра. За счет кислотных замен ферменты начинают разрушать не только цифрозолин, но и цифрозолин, 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 цифрозолин. И вот из этого фермента ДМ1 на сегодняшний день где-то его семейство, его потомки где-то около 200 соединений. Процесс идет уже основным инструментом. Если мы посмотрим, что происходит в Европе, в общем-то, в ситуации, это шеечные палочки, это устойчивая цифрозолин для этого поколения, мы видим желтый цвет, это на уровне 5-10%. Склюксиона хуже. И если мы посмотрим, что нам угрожает, вот здесь у нас, где мы находимся, да, вот близко и больше, страны южные, здесь уже красный цвет, 25-50%. На этой картине Российской Федерации, однако Российская Федерация покрашена очень густым красным цветом. Это 60-70% устойчивости и больше. Поэтому и все основания, предполагающие на угрозе, ситуация тоже далеко не благоприятная. К совправлению, скажем, мы можем сказать, что первое сообщение, это был в 1996 год, быт Лактамаза расширенного спектра, мы их, конечно, противали. Когда они только появились, мы этого не заметили, мы опомнились и осознали, когда они уже стали эндемичнее в наших отделениях реанимации на сенсивной терапии. Ну, на сегодняшний день у нас превалирует так называемая группа CTXM. Так, происхождение их имеет, они происходят от редкого, от редкой грамотрицательной бактерии Клюверы, ну, а вторичные хозяева могут быть практически все бактерии. Вот это вот наблюдение за одними стационаров, видите, с 1997 года до 26-го, мы смотрели, 40-50-60% устойчивости к цифоноспалинам, либо желтый цвет, это класс А, бетлоктамаза расширенного спектра, либо зеленый АМСИ. Долгое время считалось, у нас были критерии чувствительности, о том, что все микробы, у которых РБК 8 мкг на миллилитров и ниже, они считаются чувствительными, считались. И вот работа Патерсона, опубликованного в 2001 году, он показал, что, уважаемые коллеги, вот лаборатория нам дает ответ, 8 микрограмм на миллилитр, в лаборатории трактует такой микроб, как чувствительный. Однако, частота неудач, можно поставить знак равного летания, исходы приближаются к 100%. Какая же это чувствительность? То есть, было выявлено четкое противоречие между принятыми данными лабораторным исследованиями, принятыми критериями, и реальной клинической эффективностью. В ответ на это, один из законодателей МОД, Институт клинических лабораторных стандартов, предложил очень сложную и маловоспроизводительную систему. Он предлагал проводить сначала скринг. Если к одному из цифалоспорина наблюдается повышение МПК или адекватный прогноз уменьшения зоны образования, зоны ингибиции, дискодефузионным методом, он предлагал проводить дополнительный тест, который подтверждает наличие металлоктомаза расширенного спектра и давал совершенно невразумительные рекомендации. С одной стороны говорит, что штамм чувствительный, но с другой стороны говорит, что применение цифалоспоринов нежелательно. Понять это было очень сложно, и до 10-15 лет мы пытались как-то это все переварить. Ну вот эти вот критерии они применяли, да? Но бета-локтомазы класса А, они оказываются, как я уже говорил, не доминитыми. Кроме них встречаются бета-локтомазы класса С. Продукция вот этих бета-локтомаз класса С, она затрудняет фенотипические выявления. То есть вот этот подтверждающий тест очень часто не работал. Вот при одновременной продукции нескольких ферментов. И что очень плохо, для этих ферментов характерна такая неприятная вещь. Мы начинаем лечить пациента с инфекцией с инфекцией с инфекцией с инфекцией все вроде бы хорошо. На 5-6-й день происходит резкое ухудшение за счет того, что произошла мутация и произошла селекция устойчивых штабов. К сожалению, ферментов класса С у нас в России оказалось достаточно много. Это то, видим, при ПСЕ, всего 212 штабов. И вот какое разнообразие различных ферментов класса С. И вот с 2009-20-го года и институт клинических лабораторных стандартов, и европейский комитет по оценке чувствительности предложил другую систему отсчета, другую систему ценностей, другие критерии. Вот таблица достаточно большая, но я обращаю ваше внимание. Вот, например, цифра токсина. Раньше считалось, что 8 мкг на миллилитр и ниже это все чувствительные, а если мы перейдем к современным критериям, то чувствительные это 1 мкг на миллилитр и ниже. То есть лаборатория, используя вот эти старые критерии, она в достаточно большом проценте дает ложную положительную ложную чувствительность. И надо сказать, что вот эти вот критерии С. ЛОСА и новый критерий ГАСТ, они очень хорошо теоретически обоснованы, я не буду удалять свою область, но они гораздо ближе к повседневной кемической действительности, чем это. И вот совершенно простой пример, если мы возьмем одни и те же вексиделы, продуцирующие подлакомазово-ширидного спектра, вот это процент частичных желтых, используя старые критерии, а вот используя новые. Мы в столбике гораздо ниже, это говорит о том, что мы используем старые критерии, мы получаем 30-40% ложной чувствительности. Мы в Российской Федерации живем по старым критериям до сих пор, Украина, насколько это представляет, тоже живет по старым критериям. И, конечно, проблемы перехода с одних критериев на другие очень сложные, все европейские страны сейчас проходят через этот процесс, Северная Америка включается. В общем, они, к сожалению, оказались в период переменных, пережить которые очень сложно. Наблюдая совершенно негоприятные тенденции, в этом направлении большого аспекта выходят за пределы стационаров. Раньше мы считали, что это только незаконятные проблемы, сейчас мы их обнаружим и в кишечнике здоровых людей при носительстве. Мы их обнаружим, что очень приятно при внебольничных инфекциях, ночью, при внебольничных инфекциях, инфекциях, если раньше совершенно с чистой совестью нужно было при вторичной перитонете на фоне разбитом или ограниченной перитонете на фоне конденцита, назначен с чистой совестью. Это под большим вопросом. Более того, это выделяется из окружающих следов источников вод, водоемов у диких животных. То есть ферменты эти мыши за пределы стационара. Есть еще особенности. Продузенты Беларес, как правило, распространяются в виде отдельной генетической фермии. Это вот так называемая кишечная палочка степень стип 131, где посеяла внимание степень стипа 11, 15, 147. И что особенно неприятно для практики, это очень высокая частота ассоциированной устойчивости к антипокреальной препаратом другим прилипись генетикозидами, вторых и наоборот. Так это было, что проще. Подробность продуцировать Беларес, назначенная генетицина, генетицина, и вылечить. К сожалению, в силе целого ряда специфических генетических проблем наблюдается очень высокая частота ассоциированной устойчивости. Чем мы можем ищить? Конечно, наиболее надежными средствами для эмпирической терапии остается карпотенем. Однако, как я уже говорил, максимальное расширение применения карпотенемных антибиотиков ведет к катастрофическим последствиям в плане устойчивости сингнания палочки. У нас устойчивость сингнания палочка, и, что очень неприятно, резко растет устойчивость еще и оценит бактерии. Значит, нам нужны какие-то альтернативные препараты, мы не можем полностью сконцентрироваться только на карпотенемах. Ну, какие могут быть альтернативы? Ну, вот, на основании многальных данных, конечно, наверное, на первом месте в качестве альтернатив могут выходить препараты, защищенные генициллиной, цифролоспатами. То, что сейчас появилось новое в России у нас такого пока нет, это цифролоспатами, это цифролоспатами, старые препараты парацелин, дозапактами, ну, в какой-то степени фторхиналон, но, наверное, малый вариант, и полимексид. Тоже можно рассматривать как кемпатаций. Обсуждается роль фосфомициза. В качестве иммунотерапии его, конечно, никто применять не будет, но в комбинированной терапии роль фосфомициза обсуждается. Гипотез, рассуждений очень много, но пока еще ни одного хорошего испытания, которого показал роль фосфомициза, нет. Очень большую надежду мы возлагали на тегициклин. Это новая производная тегициклина, однако, совершенно недавно, даже, на что такая жесткая организация, как Food and Drug Administration, выпустила релиз предупреждения о том, что анализ клинических испытаний показал, что тегициклин при тяжелых инфекциях всегда работает немножко хуже, чем препараты сравнения прежде всего цифровоспорения. Статистические достоверности это не достигают, но тенденция очень четкая, если уже Food and Drug Administration предупреждает, к этому надо прислушаться. Поэтому, все эти циклины в качестве средства монотерапии вряд ли будут работать. Есть, но подходит целая серия моноингибиторов в этом автомате, надо ждать, но я думаю, что на сегодняшний день все-таки одна из наиболее таких перспективных направлений альтернатив это использование защищенных цифровоспоренов. Ну, проблемы, связанные с финансовыми потерями, я относительно недавно был выпущен отчет Европейского медицинского агентства, который показывает и количество случаев, связанных с обезистентными инфекциями, возбудительными количеством смертей, количество дней госпитализации, особенно кишечной палочкой и глипсиелу устойчивого цифровоспорена в виде приходится дополнительно 500 тысяч дней госпитализации. Читает, 10 тысяч дополнительно летальных исходов неблагоприятных и общее количество около 50 тысяч за год. И, в общем, колоссальные экономические потери в Европе. Конечно, это очень серьезный аргумент. При этом, конечно, распространение устойчивого цифровоспорена цифровоспорена третьего поколения связанных с беталактамазом расширенного спектра, действительно, составляет угрозу всей системе театровной терапии и гранатрицательных инфекций. И комбинированность защищенным цифровоспоренем будет составить реальную альтернативу антибиотиков и, конечно, для практики необходим скорейший переход на чувствительность, на критерии чувствительности Европейского комитета процент антибиотики мы будем получать из лаборатории более надежные проверенные данные. В качестве последнего хотел бы сказать, что, конечно, антибактериальная терапия, несмотря на то, что мы вынуждены пользоваться эмпирической терапией, конечно, эмпирический подход, эмпиризм является главным врагом антибиотиков. Нам надо очень сильно резко поднимать эффективность лабораторной диагностики и применять антибактериальные препараты целенаправленно. Спасибо.